Указом президента игровая деятельность запрещена по всей стране. Но в нашем городе она процветает, на каждом шагу аппараты стоят. Вот, в частности, Вексель Платинум, у них шесть точек, работают в открытом режиме. Органы местного самоуправления и АБЭП их вывозят, и через два дня они открытые опять, но уже в открытом режиме. То есть все игроки крупные друг друга знают, это все обсуждается, эти темы. И пришли к такому выводу, что их крышуют и курируют сами, работники АБЭПа, сами организуют. Потому что аппаратура вывозится, и на следующий день они опять уже стоят и подключены, и в таком же режиме работают. Те же аппараты? Те же аппараты. Люди проигрывают очень большие суммы, крупные суммы. Аппараты накручены, процентажа отдачи нету, как раньше, если были вот раньше. Аппараты такие же зависимые ходили, играли там, то что-то люди выигрывали, получали какое-то удовольствие от того, что они играют. И как бы и с деньгами уходили, и с хорошим настроением. А это чисто грабительская организация. И самое страшное, мошенники, самое страшное, что на них нет никакой правы. Куда только мы не обращались, и на сайт президента вышли, и на Мысиной вышли здесь, на Будника вышли. В АБЭП я два раза ходила. Все друг другу передают полномочия, и вопрос не решается. Вы сколько последний раз проиграли? Я проиграла 150 тысяч. То есть не могли остановиться? Не могла остановиться. Вы вообще боролись сами в себе с этой проблемой? Боролись, да. Каким образом? Каким образом? Пыталась, не ходить, по много дней не ходила. Ну, не получается так, чтобы взять и уйти. Я вообще в карты люблю играть. Мои уровни это вот покер, Техас, Блэк Джетт. А это уже когда закрыли казино, пришлось играть в таких вот забегаловках. Как бы, чтобы вот этот адреналин получить, и от игры адреналин очень большой. Это не даром, что это заболевание называется. Я думаю, если мы будем все бороться, мы победим. Ну, после Нового года я проиграл где-то 300 тысяч рублей. Хотя зарабатывают всего там 40 месяцев. А откуда такие деньги? Ну, откуда. Когда играешь, они постоянно берутся. Ну, занимаешь, отдаешь. Долгов много из-за этих автоматов. Проблемы там дома, в семье. И постоянно вот так вот. И что их вывозит при мне, сколько раз я там был, при мне заходили сотрудники ОБЭП, или как назвать их, опирая. Просто берут с нас объяснительные с игроков, их закрывают, и на следующий день они опять открываются, работают. Как думаете, почему? Ну, потому что, наверное, платят деньги. Как почему? А аппараты те же возвращаются? Да, это обычные компьютеры. Ну, вот, их вчера вывезли, они опять работают, уже сами видели. Ну, а я бы не хотел, чтобы они работали. Потому что очень много моих людей, знакомых, ходят, играют, и у всех проблемы из-за этого. Просто я не понимаю, для чего был этот сделан закон тогда об игорном бизнесе. А они все равно существуют. Зачем вы сюда ходите? Ну, если вы понимаете уже умом, что вы не выигрываете. Да, тут как будто манит чем-то. У них там магия какая-то. Просто заходишь. Ну, я вообще раньше каждый день ходил. Сколько раз вы давали себе зарок, чтобы вы не будете заходить туда? Много, много. 15 лет играет. Хотя мне всего 30. А вы ходили хоть раз к психологу? Пытались как-то сами себе помочь? Я даже лечился на Лебедева. Лебедева это что? Ну, наркологическая, алкоголическая. Там и игроманию тоже лечат. Это все одно и то же. Это же зависимость. Какая разница, какая зависимость. Какая разница, колешь ты в себя что-то, или ты играешь, хочешь деньги, ищешь на это. Они на наркотики ищут, а ты на автоматы ищешь, хочешь. Я уже года 4 играю. У меня много и бизнеса были, и доставки, и у меня кафешки были, у меня дорогие машины были. Все я сюда пихал. Все. А пытались лечиться? Лечить зависимость. Лечиться. То есть я даже перед своих близких людей слово дал, поклялся, чтобы не заходить. Через определенное время они меня сомески скидывают, приглашают. То есть у меня бесплатные напитки или сигареты, или грубо говоря, ну что-нибудь там, типа розыгрыши. Опять захожу чисто просто посмотреть, они как бы из 500 рублей меня дают пару тысяч, ну грубо говоря, я его... То есть заново начинает вот эта история. То есть вы не лечили зависимость? Я сейчас операцию оперировал. Сердце оперировано. Сонная артерия оперирована. Мне сердце 4 шунта. В таких местах мне нельзя. И жену работают. И я таксую. Каждый день здесь стою. И эти деньги. Не могу стоять и иду. После села жену все золото ставили. Вставляют золото, залог. Потом жена откупает его. Каждый день у меня дома скандал. Насчет этого. Они круглый суток работают. Убок приходят. Поймают. Забирают. И следующий день открывают. Они просто спектакль играют. Каждый день, через день. Вот сейчас уже 2-3 дня не хожу. Я слова даю не буду ходить. Как жена маленько поторгует. Дома деньги поят. Как будто уроды знает. На наши деньги, это Юля, которая командует здесь. На наши деньги она новый ЗИП купила и на новый ЗИП ездит. Как это получается? Я Юлю сколько раз говорил, закрывай мою ходу, чтобы не обстыли туда. Я не могу закрыть. Как ты ее не можешь закрыть? Как не может она закрыть? Почему вот правительство где? Когда начинается с правительства, правительства нету. Вот сотрудники стоят, смотрят. Вот автомат рядом. Ничего не... Они глаз закрыли.